Добро пожаловать, ребят, на один стоп Формулы 1 на Агромпре Германии. Собственно, старый добрый Хоккенхайм Ринг. И начинаем мы с квалификации, которые я не смог с первого раза поставить в нормальное время. Со второго более-менее еще получилось, плюс Норрис въехал передо мной и мешал немного своим грязным воздухом. Но по итогу мы оба прошли во второй сегмент, в котором я не стал ехать, поскольку взял штрафов, поскольку хотел проверить одну вещь, которую все-таки видел у Зетмира, то, что у него не брались штрафы за дополнительные как раз-таки элементы. Как видно было, у меня написано было 30 штрафов, и могу сразу сказать то, что да, я по итогу был отброшен на 20 место, но, в принципе, стартовая решетка у нас выглядела очень и очень интересно. Собственно, что вы увидите дальше. Ну и по поводу Германии, у нас ничего здесь не приехало, к сожалению. Следующее обновление по орденамикам у нас придет только уже в Венгрию, именно снижение лобового сопротивления, две средние детали, которые, честно, нам не сильно там помогут. Ну, ладно, посмотрим, как будет. Первый у нас Даниэль Риккардо, второй Пергасли, третий Серегио Перес, четвертый Дэвон Батлер, пятый Никай Хрюкминг, шестой Кевен Магнессон, седьмой Лукас Вибер, восьмой Кемер Акин, девятый Шаликлер и десятый Вальтери Ботас. Итого в топ-десядке только три топ-команды, и то две из них находятся на девятом и десятом месте. И довольно интересно наблюдать то, что, к примеру, Рьюис, Ферстаппин, они не прошли в третий сегмент почему-то, не знаю почему, хотя вот на медиуме они в первом сегменте ехали, соответственно, на втором сегменте у них уже был софт, если только они не поехали на поношном медиуме, но ладно, окей, это может быть такая стратегия. Переходим к старту. Гасну красные огни, я проваливаю немного старт, также еще Рассел провалил, впереди меня старт, из-за чего сразу оттокую Талбон. И как обычно, при проваливании старта я очень сильно ссою, но в первом повороте, более-менее из-за того, что там идет небольшая такая толкучка, догоняю впереди идущего Рассела и начинаю его пытаться проходить. Ну а напрямую все-таки мотор Мерседес дает свое, и потом еще по внешней траектории уже во втором повороте, за счет того, что все расступились мне как раз на этой траектории, я смог обойти еще три болида. Собственно, старт сетевой камеры, в принципе, в первый поворот, как обычно все ходили там более-менее бок о бок, кто втроем, кто вдвоем, ну точнее втроем там в начале, только может быть входили, но не более. Эклер с Боттусом начали ехать бок о бок, до буквально второго поворота, где все-таки уже Боттус смог пройти Эклер на прямой. Ну и позади, по итогу, у нас выстрел в такая небольшая цепочка из пяти болидов группы А, так сказать, двух Мерседесов, одинокого Рэдбула и двух Феррари. Через круг я догнал своего напарника, пытался его всячески обойти, повезло, что еще не смог перенести крылу, потому что вот такой еще момент был, то что он решил прям по поребрику пройти поворот, из-за чего он чуть хуже вышел, но напрямую все-таки чувствовалось то, что он был все-таки быстрее, но подрубив обогащенку, более-менее его смог обойти, даже вот отстали от предыдущего Грожана. Также, да, лидеры, как обычно, тоже между собой там развлекались, проходили в предыдущего Вибера, в пятером пытались, конечно, пройти, но удалось это сделать только двоим, именно Леклеру и Боттусу. Ну а вот, точнее, еще даже Феттлевичу, он тоже смог пройти, но Ферстаппин и Хэмилтон застряли за Вибером, также, да, Феррари еще между собой начали бороться, но на разгоне Феттлевич все-таки смог вырвать у своего напарника позицию. За счет того, что у нас Хэмилтон и Ферстаппин застряли за предыдущего Тора Росса, я все-таки смог за ними пристроиться, сначала обогнав Грожана, ну и да, они как-то вот не особо спешили еще обходить. Ферстаппин постарался на четвертом кругу на сортсмечной прямой впереди в первом повороте, по итогу не обошел, ну и также очень плохо вышел, из-за чего Хэмилтон тут же начинает прессовать, я тоже пытался найти место, где я мог пролезть, но решил не лезть и подождать прямой, где уже, собственно, лучше вышел чуть Хэмилтона, но на прямой я не смог с ним ничего сделать особого без слепстрима, потому что, ну, мы шли просто вровень. Но, в принципе, это тоже очень хорошо, то, что мы идем вровень, при том, что все-таки у нас обоих есть ДРС. Ну, тут, конечно, может быть в следующий раз то, что просто Хэмилтон экономил ресурсы, я же тоже не особо их тратил. Ферстаппин не смог обойти Вибера, прям упорно Торроса, не хотел отдавать свою девятую позицию вроде бы, из-за чего я смог пройти еще и Ферстаппина, точнее, поравняться с ним в начале третьего сектора, но чуть рано нажал на газ, меня чуть снесло, но по итогу, да, я смог его обойти и уже пытался заняться Вибером, который не давал мне так легко себя пройти, сначала прошел после первого поворота, но потом у нас все-таки идет вторая уже прямая с ДРС, где будет ДРС уже у него, и все-таки Слипстрим, ДРС делает свое дело, и к концу прямой я меня смог спокойно настигнуть, мне повезло то, что он не привез вместе с собой еще Ферстаппина и Хэмилтона, они чуть позади остались, между собой чуть разбирались, ну да, вот, собственно, к Шпильке он ко мне уже подъехал, по внутренней траектории прошел, и чуть лучше еще и вышел, из-за чего мне с того пришлось бороться, и терять с ним время, пока две Феррари боролись между собой, и плюс еще боролись с Хасом, конечно, у Вибера я пытался по-разному пройти, в том же месте, где и Ферстаппина, но решил не лезть, точнее нет, попытался полезть, Вибер не оставил вообще никакого места, хотя я был слева от него, но, да ладно, в принципе, я подобным тоже порой промышлял, вот, но на старшинчной прямой уже без проблем его смог опередить, потому что все-таки две зоны ДРС будет за мной уже, и в принципе я успею оторваться как раз таки от него до прямой со второй зоны ДРС, через пару профи я догнал Леклера, который довольно медленно ехал, да, не в плане медленно, то что он напрямой, без ДРС, я с ДРС не за это люблю, он в принципе ехал по трассе медленно, он остался у напарника даже, и это ему было логичное объяснение, поскольку он где-то умудрился надломать переднее антикрыло, из-за чего он терял в поворотах, из-за чего он плохо выходил из поворотов, и терял кучу скорости и времени, собственно после меня и Ферстаппин его обошел, ну и тут же уже и Хэмлинтон его тоже обошел без каких-либо проблем, собственно как я говорил, он очень много терял на выходе из поворотов, ну и соответственно очень много в темпе терял, потом постепенно уже Хэмлинтон и Ферстаппин меня догоняли, были в моем ДРС даже, но боролись между собой, что мне давало некое время, пытаться от них отъехать, но как можно было понять, все-таки я не мог от них отъехать, и плюс, мне потом еще обрадовали, у меня было словно ДРС, то есть я не мог его активировать, из-за вполне большей печали, поскольку понимал, что если меня перейдят даже, то напрямую я ничего не смогу сделать, и как-то надо было пытаться удержаться за ними, в Слипстриме, но Хэмлинтон меня обошел, Ферстаппин меня пытался обойти, и в третьем секторе мы с ним поравнялись, но я вышел вперед все-таки, за это время уже Хэмлинтон успел даже оторваться, ну и по итогу, да, он меня смог пройти, но уже после пистопа своего и его, почему-то у него заклинила машина в первой передаче, из-за чего он ехал какое-то время медленно, я даже подумал, что окей, может быть он даже сошел после своего пистопа, что довольно интересно звучит, впереди меня развошелся следующая битва между Феттелем и Хэмлинтоном, которая шла прямо до конца гонки, и в одном и том же месте они друг друга опережали, но в принципе ДРС у обоих был, поэтому напрямую у них почти каждый круг был обмен позициями, и пока они между собой боролись, тем самым Гасли уже у нас оторвался все дальше и дальше, ну и в принципе у Гасли была выгодная позиция на старте, в отличие от всех других он был на втором месте, и обойти Дэна Риккердо ему не стало никакого труда, на 19 круге меня обходит Ботус, на своем еще более-менее свежем, медиуме, точнее уже довольно поношенном, я же на своем свежем Харде уже, который подознатился у меня быстро там 5-6 кругов до 20%, потом пытался экономить еще, ну да, он не обошел, но потом поехал уже на свой второй пистоп, потом у меня завязалась борьба с Ферстапиным, которая к сожалению закончилась из-за моей неаккуратности для Ферстапина в отбойнике, но, что самое интересное, он выжил, да, то есть мне не удалось его окончательно убить, но сгонку я ему немного зарунил, если честно, да, конечно не специально, но вот так получается иногда, по итогу, да, он еле и еще до 500, доехал чуть не убив Ботуса, ну по кадрам и подобно то, что это борьба между Феттелем и Хамильтон, нет, это борьба между Лекклером и Баттлером за вроде седьмую позицию, причем вроде бы казалось бы, все-таки Феррари, но Баттлер может бороться, в принципе, более-менее на равных с Феррари, на прямой как раз таки с ДРС, ну и плюс Баттлер был, Мидиум, опять же, в стратегии в 2 пидстопа, которая себя, мягко говоря, не оправдала даже, но тут даже, честно, хочется посмотреть, как вообще игра так симулировала, то, что у меня аж топ-пилоты оказались почему-то в середине списка, а вот один из них, которому повезло больше всего, а именно Гасли, смог стартовать со второго места, и даже на стратегии в 1 пидстоп, ну я думаю, даже если у него была бы стратегия в 2 пидстопа, он, скорее всего, тоже выиграл бы, поскольку он просто выехал бы, может быть, перед носом Феттеля и Хэмильсона, которые боролись между собой, и которые постепенно друг к другу уничтожали просто резину, собственно, да, вот, постепенно они обменивались так вот до последнего круга, ну и в последнем кругу Феттель одержал победу в этой борьбе за вторую позицию, и, причем, еще одержал ее даже до шпильки, обычно у них, наоборот, борьба заканчивалась где-то в шпильке, и на выходе уже кто-то из них выходил из этой борьбы лидером. У меня же была тоже борьба со Перецым, который был на 2 пидстопах, и если человек, который более-менее хорошо уже прошел на стратегии 2 пидстопов, да, он меня смог опередить за 2 круга до финиша, но там я сам косячил, и по итогу дал к себе подъехать ближе, чем на 1 секунду. Собственно, на последнем кругу, за счет того, что у меня были ресурсы, я смог с ним поравняться к концу прямой, он пытался защититься, то есть тоже подрубал обогащенную смесь, там, обгонный режим, но по итогу, да, я все-таки смог его опередить, также еще у нас круговой Альбом встретился, которого я без проблем обошел, но вот для Переса он вызвал небольшую такую проблему в виде поломанного переднего текрила, по итогу минус переднего текрила, но повезло то, что это был уже конец по сути гонки, ботас был там в 2 секундах, но в теории, да, если он поднажал бы, может быть бы и он успел бы еще войти, если бы еще Альбом не пропустил бы Переса вперед. Ну и по итогу, 4 место с 20-го, в принципе, очень хороший результат, поскольку я не рассчитывал на какой-то еще более хороший, поскольку темпа особо и не было. Ну тут даже, я так заметил, у меня две ситуации все время бывают на этапах. Есть темп в квалификации, я все время очень плохо проеду по итогу гонку, нету темпа в квалификации, я проеду очень хорошо гонку. Ну да, есть третий вариант с Альберстоуна, где у меня есть темп в квалификации, и я хорошо проеду гонку и там. Да, есть такой еще вариант. По итогу у нас первый пикер Гасли, неплохая победа для Рэдбула, по сути такая уверенная даже, я сказал, победа, поскольку соперников у Гасли не было. Второй у нас приехал Феттель, и третий уже Хэмилтон. По итогу, да, вот та самая борьба, которую мы сошли от середины где-то гонки и до конца гонки. Хотя, если бы они не боролись, то может быть бы и догнали Гасли, но тут кучу слову может быть, но имеем, что имеем. Конечно, обидно то, что я еще с настройками особо не попал, поскольку я их просто взял от Сильверстоуна, из разряда А, и так сойдет. Ну и да, по итогу, хотелось побороться, конечно, за подиум, но четвертая позиция, это очень и очень, опять же, для нас. Хорошо, Горис, как обычно, у нас приезжает во второй десятке, у него были какие-то проблемы с болидом, он даже себе где-то успел сломать передний тикаго, слегка с правой стороны, по крайней мере, то, что я видел. Ну и да, по итогу он как и Леклер терял, он потерял, да еще, кстати, он умудрился не запретить Леклера, возможно, в той же беде он и потерял передний тикаго. Собственно, да, по стратегиям у нас, конечно, да, в первой десятке, который стартовал на софтах, причем-то, в основном, были болиды, которые особо не могут дегаться именно на стратегии двух пистопов, то есть это та же Торо Россо, Вибера, это там Хасы, которые по итогу тоже просели так немного. Ну да, конечно же, Райсинг-поинт смогли на такой стратегии более-менее бороться, теперь я с доехал до пятой позиции, мог до четвертой доехать, но я ему банальный дал. По поводу модификаций, беру я себе еще одну модификацию в плане двигателя, чтобы уже к спадам приехало обновление, надеюсь, он, по крайней мере, приедет уже к двигателю. Конечно, я думал, то, что взять, может быть, на следующем этапе две модификации на аэродинамику, переднюю и заднюю, но еще ладно. Возьмем двигатель, будем, так сказать, изтапать в этап прокачивать свой болид. Ну и, ребята, на этом все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, пока-пока и удачи.